Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Cardstone. Выбирай, экспрессы на ряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ. Ты точно знаешь, кто победит. Кто рано встает, тот, наверное, скорее всего, или комментирует, или смотрит матчи СЕ регионов. Всем привет, дорогие друзья. Доброе утро. Фивер, бафик у микрофонов. Это Star Series, третий сезон, студия StarLadder. И сегодня мы будем смотреть путем команды Faceless. Да, осталось три игры у коллектива Faceless, который уезжал на какое-то время на Dota Pit, поиграл в Хорватии, в Сплите. Занял там третье место, выступил весьма и весьма успешно, как для такого статуса, который они имели. Хотя товарищи сейчас вроде как набрали форму. Но для того, чтобы им пройти наши квалификации, нужно выиграть все три матча 2-0 без вариантов. Каждая Best of 2 серия должна быть выиграна командой Faceless. Иначе у нас TNC будут чемпионами. Вот и, собственно, таблица в подтверждение моих слов. Можете ознакомиться. Господа, TNC имеет пять побед, одну ничью. Соответственно, остается у них одна игра как раз-таки против команды Faceless. Так что задача минимум сейчас у команды Faceless. Победа на Execration 2-0. Потом очная встреча против TNC. Там тоже очень важна победа 2-0. Иначе любая проигранная карта означает, что TNC у нас чемпионы и они едут в Шанхай. Ну и все. А потом еще, если TNC обыграть 2-0, то нужно еще Fnatic 2-0 обыграть. В общем, задача очень сложная. Ну, в общем-то, да. Но судя по турнирному положению Execration и Fnatic, с которыми сегодня встретятся Faceless, по идее, они должны проходить. Тем более в той форме, в котором сейчас находится коллектив Black'a и Ice Ice Ice'a. Касательно TNC. Вчера они свою принципиальную встречу с VG Unity выиграли. И выиграли ее 2-0 без каких-либо проблем. Игры проходили в основном в одну калитку. Вообще, в принципе, комментируя все регионы, по крайней мере, здесь на Star Series'е, можно говорить о том, что TNC по праву находится на первом месте там, где они, собственно, и находятся. Да, ну есть такое. Но вообще, ты знаешь, я больше немного покомментировал тебя, Юго-Восточную Азию, все-таки, ввиду того, что так получилось. Я бы не сказал, что тут прям без борьбы. Тут очень много было борьбы, особенно команды Fnatic. Но боролись они сами с собой, мне кажется. Особенно вот Fnatic трепало очень сильно. Как-то у них не получается. Игра не идет. Что касается коллектива Execration, ситуация похожая, по сути, тоже. Подбор персонажей, подбор игроков очень неплохой обычно, а вот исполнение где-то хромает. Ну, где-то в драках, где-то позиционку заняли. А сейчас мы знаем то, что позиционка решает многое, как и драфт. И я думаю, что мы уже с тобой это отмечали. И при этом, вот что у Execration, что у Fnatic составы. Есть и очень именитые игроки, есть просто молодые дарования, которые в Азии сейчас набирают обороты. Но вот, да, как ты уже верно отметил, как-то не клеится. Чего не скажешь. Ну, Faceless где-то ребята вот нашли в свою игру. И вот на Dota 5, вот в той BO1, рулетка не рулетка, но они там выиграли DC. Они там обыграли еще очень много команд. И, в общем-то... Рулетка рулеткой, но они в топ-3. В общем-то, смотрим на драфты. В первой стадии Execration весьма логично. Забанили Timber и забанили Niksa, герои, которыми в Faceless очень часто играли. И об этом знают Execration, опасаются персонажей. Что касается самих Faces, они убирают Слардара, убирают Mipa. На первый пик забирает команда Execration Луну, на что получает ответ Шаду Демона и Эр Спирита. Добирает Рубика. Во второй стадии Execration убирают Андерлорда, убирают Кентавра. Прошлись немного по флейну. Продолжают... Вообще по всем героям ICI-сайса я заметил такую тенденцию, что на DotaPita было то же самое. Бан героев ICI-сайса. Да, как раз был где-то мемасик, как раз ходил по Reddit, 5 героев ICI-сайса забанили. И победа в итоге принесла это команде. Если я не ошибаюсь, в нижней сетке у нас пробирались ЕГЭ, да? По-моему, да. Или ЕГЭ, или OG. По-моему, ЕГЭ все. А, нет-нет-нет, OG. OG пробирались по нижней сетке. Ну, вот. И собрался, собрался Дэрил от той игры, которую он показывал на саммите. Где-то не совсем уверенный. Вынужден в той игре, когда все забанируете, он на морфе играть. Понимаешь? На морфе в сложной линии. С Таней Щемор. С Таней Щемор в сложной линии против антимага. Нормально. Но я же говорю, Дэрил собрался, потому что на саммите, честно говоря, буквально вот еще до того, как начался новый сезон, где-то в межсезонье, показывали фейслос не очень уверенную игру. И в частности у ICI-сайса не клеилось. И вот это игрок такой, да, у которого либо вообще ничего не получается, либо получается все очень хорошо. Да, ну и появляется Сларк, смотри. По идее, Сларк для Блэка все-таки. Здесь пуджа нет, поэтому не придется ему пересаживаться на этого героя прекрасного. Вот такая вот сигнатура, можно об этом говорить. Блэк очень часто играет на этом герое. И если говорить о Сларке... Давайте посмотрим статистику по Сларку. Вообще, если говорить об этом герое, немногие команды сейчас с ним играют, потому что герой на линии, по сравнению, например, с той же Луной и с тем же Лайстиллером, он немного проигрывает в плане просто стояния на линии. 45% винрейт имеет за 20 матчей. Ну, дистанция такая довольно средняя у этого персонажа на Старр серии. Да, в принципе, герой имеет место быть, причем удобен он против Рубика. Часто, учитывая, что ты можешь с появлением Шатублейда просто забегать и убивать этого Рубика, является очень неприятным персонажем для таких саппортов. Ну, в общем-то... Да, снимать себе телекинез. Как и Огармаг, особо ничего Сларку тоже сделать не может. Луна, та же история. Луна, конечно, на более поздней стадии игры должна побеждать Сларка. Ну, опять же, это я говорю из опыта того, что я видел, и из опыта личных игр, пожалуй. Если Сларк просто не получит тот самый разгон, да, потому что после Шатублейда обычно следует какая-то серия фрагов. Проблема в том, что Луна тоже очень быстро разгоняется, и тут у них постоянно по фарму примерно одно и то же. Даже Луна иногда опережает, зачастую опережает Сларка. ОД появляется в Execration. Да, для нам, да. Хороший, хороший тоже выбор, на мой взгляд. Ну, и получается, остался герой в офф-линию в команде Execration, а в свою очередь Faceless, два суппорта и герой. В Safe Lane. Чем же можно ответить? Ну, по идее, вайпер какой-то может появиться у команды Faceless. Мне нравится здесь еще Templar Assassin. Тоже вариант. Темпларка может появиться вполне, но немного, естественно, неприятно будет ей в центре, потому что гормаг будет напрягать. Нужен герой, который чуть более юркий, будет против гормага, против ОД. Мне кажется, вот герой, который плюет совершенно на ОГармага и на ОД, эту комбинацию, которая придет его убивать, это вайпер. Но, тем не менее, появляется Инвокер у команды Faceless. О, не самый лучший винрейт у Инвокера на Star Series так точно. Да, вообще сейчас в этом патче у Инвокера не самый лучший винрейт, потому что Инвокера немного обидели в этом патче, на мой взгляд. Хотя мы вчера с Каспером общались, с Каспером говорит, что все нормально, все замечательно, но и я вообще не согласен с этим утверждением, и игроки многие не согласны, потому что те способности, которые были у Инвокера, и так их просто перелив таланты. И с Машей мы это обсуждали, потому что всех героев апнули, можно так сказать, талантами, кроме Инвокера. Инвокер остался прежним, просто таким же, как и есть. Пожалуй, пожалуй. Кроме того, у тебя на 25 уровне Бласт по области был вообще встроенный до этого, а теперь у тебя есть выбор, то есть либо взять Торнадо. Ну, не суть, не суть. В общем, Инвокер здесь хорошо смотрится в плане, конечно же, Ганга, потому что под Шеду Демона, под Дизрапшн, под Сулкетчер, Санстрайк будет смотреться реально здорово. Также Эр Спирит так будет помогать ему в центре, поэтому может и получиться у ребят, там будет интересная драка Эр Спирит против Огрмага. Банят Магнуса, Экзекрейшн, ожидая именно этого героя для Айсайсайса, тоже логично. Часто им играли на Дотопите, уже начинают команды бояться. Мне нравится здесь Никс Асасин какой-то для Айсайсайса. Проблема в том, что он в бане. А, точно, да-да-да. Вторым баном он заехал, как-то не подметил. Все герои, абсолютно все герои забанены, это герои Айсайсайс. Пожалуйста, господа. Нужно жизнь так, дотерскую жизнь, чтобы против вас банили пять героев на стадии банов. Но сейчас это какая-то общепринятая тенденция, на самом-то деле. Умнина, это тоже банят. И ребята из Фейслес. Нужен героев сложную. Вообще до сих пор остается какой-нибудь... Ну, сами Дарксира забанили, вот что неприятно на самом-то деле. Да, слушай. Сложно, сложно, очень сложно. Здесь нужно немножечко изворачиваться командой Фейслес. Не так много опций просто осталось, вот в чем дело. Кстати, вот какой каламбур забавный. И обратите внимание, то что у Айсайсайса немного изменен никнейм на китайский иероглиф. И, конечно, наши зрители... Или не китайский, неважно, на иероглифы. Наши зрители этого не видят, но просто изначально я задумался, а Айсайсайс ли это? Возможно, какой-то стенден. Но когда видишь бан, понимаешь, что все-таки это Айсайсайс. Он играл по таким никнеймам и на Дота Питте идентичном. Там еще и Эксвайя был ник какой-то странный. В общем, они там оба поменяли ники. Но сам факт, что это он, никуда он не делся. Но и Фейслес очень долго думают. Из таких еще каких-то нетривиальных героев Тайтхантер остается. Берут Тайтхантера. Хорошая синергия с тем же Эрспиритом под магнитайс, потому что если Тайтхантер ворвется, Эрспирит может продолжить это все дело. Ну, единственное, здесь не очень просто будет подойти, подобраться к героям. Тем более, есть Рубик. Вот единственное, что меня смущает, это наличие Рубика. Вот, ворованный Рэвидж. Это тоже... Причем его, в принципе, можно реально не так сложно воровать. Нужно, конечно, будет Айсайсу извращаться, там как-то нажимать Рэвидж, потом моментально энкор смеш выдавать. Ну, не знаю. Не самый простой персонаж против Тайтхантера, имеется в виду Рубик, конечно же. Он может навредить команде. Поэтому Фейслес будет нелегко, это точно. Экзакрейшн. Сандра смотрится весьма-весьма неплохо. Под бафом у Гармага, под ОД, под, не знаю, Луной там. Сларка можно ловить в дуэль, тоже очень приятная вещь. И ОД под Презе Атак тоже много интеллекта настакивает. Просто бывает такое, что еще и в драке Легионка Презе Атак бросает. Но это Акс. Тоже, кстати, очень хороший ответ. Немного мы про него подзабыли. Во-первых, Тайтхантера пробивает нормально, чистый урон у Акса. То же самое, можно сказать, и про Сларка. Можно поймать его. Вообще, Сларк очень боится Акса. Когда у него появляется Даггер, Сларк очень часто не может даже ни Даркпак прожать, ничего. Просто ловит в лицо себе без всякой скол, его за чейн-станы убивают. Четыре матча сыграл Тайтхантер, один из них проиграл. В принципе... Хорошие показатели. Да, да, да. Ну, это общие показатели по Стар-серии. Да, это показатели по Стар-серии. В целом, тоже самое Акс. Посмотри, 17 игр. Тут уже более серьезное количество. И 65% овенрейдж, что тоже весьма-весьма неплохо. Вообще, проблема Сларка против Акса, как ты уже и отметил, Сларк очень его боится, когда... КДА, посмотри. Какой у Акса. Да, солидно. Хороший КДА. Когда Сларк уходит в Shadow Dance, а Акс при этом его ловит Берсеркер Скол, потому что АОЕ, не работает ничего, там ни Блэк Кимбар, ни Ленка, абсолютно ничего не сработает. Режиссер здесь подстроил статистику. Взял и поставил 3-2-2 КДА. Что ты сделал с чатом, режиссер? Ужасно. Эр Спирит в Китае очень любит этого персонажа было очень много появлений, 57 у нас всего... Ну, там не самые успешные, скажем так, играли на нем команды далеко. Вообще, винрейт этого персонажа очень сильно поднимает команда ТНС, которая его активно использует, и против нее стоит, наверное, банить. Вы напомнили вчерашнюю Груиса, ты говорил, да, вот против EG Unity. Парни просто в первой игре взяли и отдали Тимсу Эр Спирита. Ну, да, Тимс. Вообще, Тимс не только на Эр Спирите очень классно исполняет. Мне вчера понравился и Слардер румящий от Тимса. Этот игрок просто какая-то потрясающая вещь творит, причем с первых минут идет. Причем в разрезе этого матча можно об этом тоже говорить. Вот, кстати, ставочки на ваших экранах. Видимо, что в команду Faceless верят больше зрителей. Это не мудрено, учитывая то, как они выступают в последнее время, я имею в виду Execration, и как выступает Faceless. Тут в обе стороны работает мое заявление. В общем, можно говорить о Тимсе на самом-то деле и в разрезе команды Execration. Ведь раньше это была знаменитая связка, какие мои Тимс, он же Люмик из команды Execration сейчас. Связка была разрушена, и мы не видим сейчас яркую четверку, настолько яркую, как им являлся Тимс, у команды Execration, к сожалению. И вот ребята из Execration страдают из-за этого. Это видно. Пришел Диджей. Зато пришел Диджей. Диджей пришел в сложную линию. Вот в чем проблема. Не хватает яркой четверки. Ова не справляется. Увы, увы и близко не справляется сейчас своими обязанностями. Что касается Диджея, он выдает, я тебе скажу, потрясающие игры. Я смотрел вот все матчи с участием Fnatic на протяжении, когда он играл еще в том коллективе, но там он играл, правда, все-таки на четвертой позиции больше. Смотрел за ним и в Execration. Парень демонстрирует очень хорошую доту, очень быстро вывозят свои артефакты. Обычно. Самое интересное, то, что у Диджея пул персонажей четвертой позиции, которая была у Fnatic, и пул персонажей у флейна, но он схож. Потому что в Fnatic ему пикали и Никс Ассасина в четверку, и Сент Кинга в четверку. Диджей прекрасно отыгрывал. Не поменялся особо его стиль игры. Энигму тогда пикали, а сейчас Энигма популярна на оффлейне. Это тоже интересно. Да, у нас пробежался. Air Spirit поставил вот такой вот вард. Observer то же самое сделал. И герой команды Execration поставил Observer Vard вот здесь, в этой позиции. Но это стандартный вард. Его, по идее, может и разобьют. И на линию поставил вард. На то же стандартно. Демон под смоком. Да, и плюс еще сверху стоит Observer Vard, Radiant. Execration выходит под смоком. Причем всем составом. Пять героев. Вражеский лес идут. Будут, скорее всего, бороться за румы. Возможно, кого-то попытаются убить. Black еще себе ничего не прокачал. В любом случае, если Black разревелит смолк, можно вкачать Pounds и попытаться как-то уйти. Но Black пока что видит, все, спалили. И Black'а спалили тоже, но уже поднимает его на телеке NS. Black, по идее, не должен уходить, учитывая, что классно ребята держат позицию. А закрыли во время Pounds'а. Надо хорошо собирал. Да, Black умирает, и First Blood зарабатывает Execration. Хороший выход получился. Можно остаться в сложной линии, пожалуй. Rubik, Luna и Ogre Mag. Не такая плохая связочка, тем более DJ в легкой линии, я думаю, свое вывезет без проблем. Если там тем более будет один на один с Тейтхантером стоять. Мы уже отмечали, что это для Акса хороший соперник, учитывая чистый урон с контр-хеликса. Ну и Айс также пошел на сложную линию. Причем не стал сначала покупать вообще какой-то Айрон Талон. Видимо, этот Тейтхантер не считает, что будут у него на этой линии проблемы. Регена есть достаточно. количество там, 4 танга Хилинг Селф. И в принципе, я не думаю, что Акс какие-то проблемы Тейтхантеру доставит, тем более, что тут есть еще и суппорты. Вообще, на самом деле, вместе с Натсом и Икс Вай можно убивать. Пытаться Акса на первых уровнях. Да, интересно, что Блэка полностью отдают на старте, то есть Блэку не будут давать фармить. А Сларк как раз тот герой, который нуждается в поддержке. Ну, ты знаешь, вот как раз Сларка можно оставить на старте. Я замечал не разу уже, как Сларку просто оставляют на линии, дают ему получать просто опыт, он много не фармит, но выходит какой-то там, не знаю, Аронталон, начинает активно фармить леса и в принципе не сильно проседает по таймингу приобретения того же Шэдоу Блэйда. Да, за счет Дарк Пакта ты можешь фармить леса потом очень быстро. Дарк Пакт, Аронталон и поехал. Просто разбираешь лес лагерь за лагерем. А тут тем временем Леумик выходит на Джабса, но Джабс прекрасно видит, можно, если что, просто прохарасить. Там вверху Диджея поймали, Диджея прожимает Берсеркер Сколл, пытается бежать, за ним поконят трех героев, Диджея, заканчивается дополнительная броня, но Диджея выживает. Но пробили Диджея неплохо, скорее всего, придется использовать Хилинг Селф, так он и делает. Еще есть Симтанга, Регена пока что у Акса действительно хватает. Но вот его сейчас так пробили, а кто знает, возможно, в следующий раз его вообще убьют. Перетягивается Кима на верхнюю линию как раз помогать Аксу. Мне кажется, совершенно правильная тоже перетяжка, учитывая, что два героя плотные, очень саппорты идут в центральную линию. Нанда очень сильно просел по хитпоинтам. У Джабса готов сендстрайк, если что, он бросает сендстрайк, так, на верочку, но Нанда туда не пошел. Не очень на верочку получилось. Ну, Нанда шел в том направлении, но просто, видимо, сам Нанда понимает, что следует ожидать от Джабса. У нас вчера была игра на Европе, где Миракл на инвокере играл. Он там бросал сендстрайки, вначале никто от них особо не выворачивался, а потом ребята как умалишенные просто бегали в разные стороны, пытаясь вернуть сендстрайк. Когда он есть, когда его нет, вообще не важно. Вот здесь у нас может то же самое. И еще один сендстрайк по Нанда, но опять не попадает. Ну, Джабса неплохой инвокер, я помню его игру на инвокере, он действительно очень-очень неплохо смотрелся. И Магнус неплохой у него. Вообще Магнус играет, мне кажется, кого не посади и будет на Магнусе играть. Да, и Айс, и Джабс. Ну и фармит Габи. Блэк пока что мы видим 2 на 0. Не самый лучший крипстат, но, как ты уже отметил, возможно, именно эта фейслест никак не мешает абсолютно. Блэк получит свой аэрон талон и уйдет в лес. Да просто сдается мне, что они не особо тут воевать-то могли. Например, сейчас получится ларк уровень хороший, ребята придут, и они втроем смогут даже подраться, на мой взгляд. Если бы Блэк был низкого уровня тем более, когда отдали первую кровь. Пока что приходит сюда Угрмак. Блэк лишился половины своего здоровья, еще и Рубик фейтболтом его пробивает. Прогрызь себе путь домой, мне кажется, сейчас аккуратно. Ну, заходят и найдут ли Блэка. Нашли. Нашел Угрмак, есть Игнайт, пробивает его Луна, есть Люсен Бим по Блэку, также сюда перетягивает Сейер Спирит, неплохо ступит Габи, но там фейтболт завершает начатое, Рубик делает фраг на Блэке и тут же еще Икс Вай может подставиться. Люсен Бим пошел еще фаербласт от Угрмага и Икс Вай также погибает. Но, правда, далеко под вышкой оказались игроки команды Экзекрейшн и Шадоу Демон также отправляются вслед за своими тиммейтами в таверну, а Угрмаг, в свою очередь, выживает и уходит с под вышки. Да, если бы чуточку раньше перетянули саппорты, они бы помогли, безусловно, Блэку. Я думаю, что парочку убийств бы они точно сделали. Санстрайк, но это все на святыню. Тут уже ребята восстановили здоровье, восстановили ману. Санстрайк малоэффективен. Слушай, ну столько крипов, конечно. Бедный Остык, или кто это вообще был? Барашек. Какой-то Барашек, да. Но он уже летает. Он уже, кстати, летает. Было странно. На четвертой минуте нелетающий Курьер. Нелетающий Барашек. Нелетающий Барашек, да. А тут, в свою очередь, такой смотри, Мини Тинкер. Акс тем временем подфармливает леса. Диджей. Причем, Диджей не стал делать себе там Блинк Даггер, рашить. Первым артефактом у него даже нет еще Транквил Бутсов. Если мы посмотрим на уровни героев, сейчас огромный вопрос вызывает Шаду Демон. До сих пор первого уровня этот персонаж и руна невидимости у Рубика. Сейчас видишь перемещение двух саппортов и блокирует как раз таки Роллинг Балдор от Распирита. Хорошо, получилось. Поставили сентри ребята из команды Фейслес, но вряд ли что-то тут достичь получится. Ну, приходит сюда опять же Угармаг, Габи. Габи спокойно фармит и понимает, что Натс понимает, что Ир Спирит там понимает, то что драться пока что они не могут. Вот сейчас есть Дисрапшн, пошел Ир Спирит, закатывается Икс Вай на Леомика, запрыгивает также Блэк, спаунса, пробивает Угармага. Ну какой же плотный этот Угармаг, его так просто не пробить. Только сейчас убивают, но здесь еще и Габи, который может забрать Ир Спирита, Икс Вай погибает и Блэк также очень много урона получает. Есть еще и Люсин Бим. Рубик будет ли Фейтболт? Нужно добивать Блэка. Да, вот он Фейтболт и добивает спокойно Сларка. Да, уже третье убийство зарабатывает Рубик. Получилось все весьма неплохо и атака на Экзекрейшн здесь оказалась весьма нелепой. Почему? Почему? Потому что атаковали Огармага. Это не просто так Люмик подставлялся, не потому что он, не знаю, глупил или что-то еще. Он прекрасно понимал, что пока его будут убивать, его товарищи смогут в ответочку немало урона внести и еще, скорее всего, кого-то забрать. Ну да, потому что у него 780 здоровья и 8 армора, наверное, поэтому. Он совершенно не боится быть приманкой. Ой-ой-ой, на Акса пошел Санстрайк там Айс 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 Айс. Под Раведж. Под Раведж Тейдхантера был использован Санстрайк и погибает Акс. Отлично сыграно здесь. Ну, вот такая вот реализация Раведжа на шестом уровне это очень неплохо, потому что Тейдхантер обычно просто бегает просто от нервов, когда я уже смогу его дать. Он дается в молоко. И здесь Айс 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 разобрался неплохо. Это как Блэкхолл на Энигме сразу выходить на шестом, давать в одного героя. Абсолютно нормально. И Айс 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 не стал делать никакие гребзы, по крайней мере, пока что он не хочет их делать, потому что в быстрой покупке у него стоит именно Блинк Даггер. Хочет инициировать Дарил. У меня здесь по-другому не получится просто. В Драке себя вести. Даггера будет очень нелегко, но с другой стороны команде бы Мека не помешала. В общем, посмотрим. Может он еще изменит свое мнение на этот счет. Там вард был установлен, кстати, на оффлейне. Команды Фейслес видят все перемещения, если что. Если и на Айс 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 будет нападение, да, вот команда Экзекрейшн будет ли какая-то хелпа на святыню или еще куда-то. Вот сейчас нападают на Айс 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 и через Эклипс спокойно разбираются еще и Диджей использовал Берсеркер Сколл, но Габи уже Киллинг Спри. Да, неплохое убийство, учитывая, что только что Тедхантер обидел немного Акса. Ну, ответили ему тем же, тоже потратили ультимейт. Да, вместе стоялось. Счет 7-2 становится. Экзекрейшн весьма неплохо действует пока что на старте этой игры. Мы еще раз напомним, друзья, это квалификация на Старс серию третий сезон от Старладер и Айлик, финалы которой пройдут в Шанхае с 23 по 26 февраля. Перетягивается Айс Айс Айс. Пробивает у Гармага есть Гашпа Леумику. Брасывает Fire Blast просто и отходит. Но Эрспирит закатывается. Икс Вай хочет продолжать, не попадает камнем. И нужно, наверное, отходить команде Фейслесс, потому что Луна еще дает урона. Есть такое, ну, еще немаловажный момент, господа, в том, что Фейслесс нельзя ни одной карты сегодня проигрывать, если они хотят в эти финалы попасть. Потому что если они проиграют даже сейчас одну карту, то все, уже потеряют интригу абсолютно весь сегодняшний игровой день. Мы, конечно, посмотрим. Много красивой доты, возможно. Нет, мы уйдем. Мы уйдем? Ну, уходишь, уходи. Да, уходи, уходи. Так, Айс Айс Айс. Уже появился Ревейдж, если что. Что тут демон взял или где-то он хоть какой-то там уровень третий, кстати, Ревейдж подостает Талун и есть Санстрайк, вырывается также Эр Спирит, здесь у Габи неприятности. А Блэк тоже здесь. Да, хорошее перемещение, два героя с нижней линии оказались наверху, плюс Санстрайк инвокера помог. В целом, Джабс хороший старт имеет, правда, пока до сих пор еще не собрал себе Мидас, но я думаю, этот момент не за горами. Опять реализованный ревейдж. посмотри по фарму, что сейчас происходит под обитым крипом. Лидируют три героя команды Экзекэйшн, очень больно ему, и камень Эр Спирита не дает Нандо никуда уйти, плюс там колдстеп еще висел. Да, по крипам действительно Тайтхантер как-то пытается втиснуться, вот в это все у Сларка пока что дела по-прежнему не очень, по крайней мере по добитым крипам. Заработал после этого убийства Джабс на Мидас себе, можно в принципе поднести его, и будет хороший фарм, скорее не уровень повысится. В общем, здорово, здорово, у Джабса все сейчас в начале игры. Очень много героев команды Экзекэйшн на нижней линии сгруппировались с ним. А знает, что нет Рэвиджа у Тайтхантера, прекрасно знает тайминги, выходит Диджей, поджигает Эр Спирита, Экзвай уезжает. Но у Диджея нет балинка, у него есть Вангард. Если что, здесь есть еще одна цель, это Айс Айс Айс. Айс 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 не отпустит здесь, Айс 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 должен погибать, он пытается здесь как-то выиграть время, на себя выманивать всех героев, но шансов у него здесь, откровенно говоря, не было. Гаш своровал Рубик. Вот так. Гаш это даже лучше Рубика, чем Анкор Смэш. Ну, когда, когда нужно нападать и замедлить. Пожалуй, пожалуй лучше. Джабс спокойно фармит в центре. Ну и Гокер такой, я думаю, что в ближайшее время будет такой ФК фарм и Сэндстрайки. Просто разбрасывать. Смотри на фарм Блэка, казалось бы, парень в начале очень сильно упускал. Сейчас у него 3.190 по общей ценности и уже полторы тысячи на кармане. То есть в принципе совсем скоро появится и Шадоу Блэйд по идее. Вот с появлением Шадоу Блэйда. Кстати, сейчас Блэк пробежал под вардом и прекрасно понимает то, что он там стоит и видимо попередовал своим суппортом, что нужно этот вард разрушить. Да, был пинг. Тут стоит два вардика, один из которых команда Execration, который, к слову, скоро закончится. Одна минута остается. Да, и Смок был использован. Команды Faceless выходят. Здесь есть Диджей, есть Нанда. Будет ли нападение? Блэка увидели уже. Красивый такой гаш. Пошел гаш. Ну, кстати, спрятали. Спрятали Акса. XY также заходит. Диджея, скорее всего, будут продавать или не хотят. Пошел Магнитайс. Нанда сюда также подходит еще и Луна. Если что, можно влететь. У Луны есть Эклипс. Очень долго месяц Диджея. Просто, ну, нереально долго. Очень плотный Акс. Пошел Рэвидж по двоим. Рубик! Неужели своровал? Да, Рубик своровал Рэвидж. Если что, XY убивают Fire Blast там. Ну, и улетает отсюда Ice Ice Ice. Да, ужасная атака от команды Faceless. Заканчивается абсолютно ничем. Теряют Air Spirit, а еле-еле уносит ноги Тайдхантер. Здорово спрятал союзного героя ОД вот из ситуации Акса. Вот Санстрайк. Санстрайк успел пройти, но никто его добить не смог. И в итоге ворованный Рэвидж. Сейчас очень много времени есть у Рубика, чтобы его реализовать. Выход на центр. Можно прямо здесь его реализовывать в случае чего. Джабса подбросил на телекинез. Санстрайк использовал инвокер. Ультимейт от Рубика. Ультимейт, естественно, Тайдхантер. Хочет Рубик, пока Ice выйдет из Астрала, чтобы 2х сразу застанело. И это, в принципе, правильно. Конечно, жарит сегодня. Да, получается у Рубика 55-93. Он живого. Получается все неплохо у него. 4-11. Счет. И можно посмотреть на Рубика, который зарабатывает все больше и больше по старту игры. У Рубика на данную минуту 4 убийства, 6 ассистов, 0 смертей. И собирает линзу. Кстати, Ice либо передумал насчет Даггера, либо просто купил себе хедреску как буферный артефакт. Ну, не знаю. Мне кажется, можно и передумать в таком формате, учитывая, что сейчас драки явно фейс не могут нормально проводить. Понятно, что Даггер прибавляет мобильности и более удобный реведж можно выдать, но это лишает твою команду возможности подлечиться. Сейчас фейслес драться потому, что нет реведжа. У Уверспирита только-только откатился магнетайз. Это действительно важно. Идаггер появляется у Акса. Сейчас вообще неприятно команде фейс издраться будет. Плюс реведж до сих пор нет. Слушай, если обратиться к графикам, то можно посмотреть, что там уже 7000 видят экзекрэйшн. Пока что фейстес выглядит очень кисленько. Конечно, можно надеяться на инвокера, хотя мы видим, что Джабс потихонечку собирает себе юл. Вот чем мне понравился например инвокер вчера от Миракла. Там был моментальный выход после Мидаса в Аганим. Вот просто моментальный. И урон от такого инвокера исходящий был очень целитный. Но здесь будет выходить все-таки в юл на старте. К Блэку летит уже его Шадоу Блэйд наконец-то. 13-ая минута. Это неплохие тайминги. Причем Айрон Талон Блэк не стал делать. Просто с топориком фармил крипов и с Дарк Пактом как видим весьма успешно. Потому что по Нетворсам он уже как-то более-менее начинает приближаться к короб героям вражеских. Да, но все равно три героя основной позиции к Закрейшн лидирует. С Луна, здесь ОД и Акс. Блэк. Был использован Шадоу Блэйд. Возможно сейчас будет выход на Огромага. Но опять же это не лучшая цель для нападения в соло, конечно же. Но будут убивать Огра потому что здесь рядом есть еще и Джабс на инвокере. И Джабс поможет Блэку если что его убить. Выдал колл снэп этого было более чем достаточно. Надо было бы в Сатрайк полетел бы. Но это не понадобилось. И первая удачная вылазка под Шадоу Блэйдом от Сларка. Третье убийство для Блэка после трех смертей. Был установлен Вард на вражеских Эншентов Рубиком. Ну вообще Вижен у Экзекрэйшн довольно агрессивный. Но далеко они если вот обратить внимание далеко не лезут. Потому что есть на Светилище Вард и Вард также на древних нет никаких вот этих вот дайвов. Вот мы вчера с Машей видели команда, которая проигрывала, а Вижен у них стоит вообще под вражеской базой. Ну иногда это тоже работает. Тут не всегда глубокие варды означают, что они не знаю, атакующие. Они могут быть и защитные. Потому что иногда команда, которая лидирует, например, они понимают, что они не могут сломать какое-то строение и нужно прожимать смок. Маги обычно прожимаются где-то вот в позициях особо неожиданных. На сплитпуша помогают. Внизу выход на Айс Айс Айса. Очень неплохо. Здесь поймали Тайтхантера. Ультимейт не жалеет Луна, есть ликинеза Трубика. Не отпускают Тайтхантера. Хорошее убийство для команды Экзекрэйшн и Айс 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 в таверне. После удачного старта Тайтхантера видим сейчас кризис серьезный испытывает Айс Айс Айс. Он очень просел. Он находится на пятой позиции с конца общей ценности. Хотя старт у него был замечательный. Прилетел Диджей, а здесь есть три персонажа вражеской команды. Это Фейслес. Правда, ОД тоже подходит со светилища. Нанда уже спрятал. Санстрайк под оглушение от Эр Спирита, конечно же, Эр Спирита врыв на ОД, и ОД погибает. Еще и замедление от Болдера. Эти Спириты, эти Дуки. Вдруг там вообще нового духа добавят? А должны, должны, по идее. Не мешало бы. Где-то я видел, там фейк сбрасывали. Ну, говорят, что это фейк. Такой, как он называется, воздушный. Воздушный дух, который вообще всегда будет убивать. Я понял. Вообще, вот если ты заметил, если зрители наши тоже заметили, в Доте последние довольные герои, все, которые появились, они очень мобильные. Мобильные. Ну, Арк Варден, да. Это нацелено на все-таки ускорение игры, где-то процесс игрового. Каждый герой имеет определенную мобильность, какую-то способность. И вспомните старых героев, самых старых героев. Например, какой-то Врейс Кинг, там, да, если мы говорим еще о первой Доте, это Скелетон Кинг назывался. Да, можно вспомнить вообще хотя бы вот эту вот тут. Когда у Листиллера еще пассивки, могут быть и были в основном. Все вообще. Мету 2011 года в Дота 2. Ну, я не про Дота 2 сейчас говорю скорее. Я просто сравниваю период становления вообще такой игры, как Дота и появление новых героев в Доте 2. То есть, когда игра развивается со временем, все-таки IceFrog и компания, которая занимается игровым процессом вместе с IceFrogом, понимают, что нужно игру ускорять и появляются очень мобильные герои в основном. Да, и герой, который требует и умения, и личного скилла, и понимания. Об этом, кстати, Дэнди очень много говорит, то, что Дота во многом в последнее время стала казуальной и то, что в основном сейчас игра не требует. Но это было еще до патча 7.0.0, конечно, но были такие мысли у Данила. Просто суть в чем? Он имеет в виду то, что все, вот, например, мы знаем, какое расстояние атаки выше, если нажимаем о льда, например, мы знаем спаунбоксы. Это не о казуаливании игры, это выравнивание условий для молодых игроков, которые только приходят, им удобно становится играть, они быстрее развиваются. И старички, ой, пардон, косяк мой, и старички, которые ранее играли, они и так все это знают. Это никак не влияет на них, вот совершенно никак. Стата там подъехала, которая Алексей Бафодаров у нас из головы всегда берет. Из головы, в скобочках, из интернета. Ну хорошо. Я слишком активно махал руками сейчас и просто ясно не веду. Просто, да, кстати, ну, джабс. Все равно пока что на карте толком-то ничего не происходит. Ты заметил, что я во время игры не альтабусь, то есть во время драфта не альтабусь, так что стата в голове все равно остается. Откладывается. Сларку с эхо саблей уже. Блэк неплохо подфармил. Он от слишком далеко зашел, его палец Огр просто вражеский, и если что, Габи может сбить телепорт, если бы оказался немножечко поближе. Огр-чародей. Вчера у нас там были драки Огр-чародеев. Огр-чародей. Да вообще вот мы уже тоже и с Машей обсуждали русскоязычное название вот этих вот нейтральных крипов забавное. Медведемон там есть. Крушитель. Медведемон-крушитель, а и, по-моему, как-то еще очень смешно называться сову. Да, Дикокрыл-потрошитель. По-моему, так. Именно. Не знаю, почему, я это запомнил. Просто слишком. Такие забавные названия. Ну, мы вообще, кстати... Против англицизмов там сидела, выступала. Да, это все так. У Айса, кстати, появился даггер. Возможно, это что-то изменит. Да и сложный вопрос, изменит ли. Он пытается этим даггером как-то сделать позицию так, чтобы Рубик не смог спокойно стоять далеко и воровать у него, я полагаю, ультимейт. Есть подозрение, что именно на это нацелен в том числе, не только на это, но в том числе, линг-даггер. Чтобы ты поближе добрался к тому же Рубику, дал ревейдж и после него сразу же прожал энкор смеш, чтобы Рубик не сумел своровать этот самый ревейдж. Ну, или если ты поближе стоишь к Рубику, если, как ты говоришь, просто впрыгиваешь прямо в него, то шипы первые вылетают из центра и Рубик сразу оказывается под оглушением. Ну, сам факт, что Рубику будет куда сложнее в любом случае, если ты где-то до него доберешься, чем если Рубик просто будет стоять на дистанции, в него ревейдж не попадет и моментально просто сворует его. Либо же он где-то будет в самом конце стоять и шипы его в последний момент заденут, например. Ну, от Фейслес Смок был нерезультативный, сейчас Смок прожимают Экзекрейшн, Габи, если что, на передовой, но он оказывается отрезан от команды в крайнем случае пока что. А вот игроки команды Экзекрейшн заходят. В Смоке, правда, заходят они не туда и план, который рисуют на карте, тоже нам об этом говорит. Правда, сейчас верное направление выбирает и Диджей ведет команду за собой и прыгает в Блэка. Есть Берсеркер Сколл по Блэку и по Шадоу Демона уже ШД разрубили. Блэк уходит в Шадоу Дэнс, Эр Спирита продают, чтобы ушел Блэк, но Блэк тоже не может отсюда уйти и ему... Я вот не успел посмотреть, кто именно сбил телепорт. Ему сбил телепорт телекинез Рубика, которым он подбросил Эр Спирита и посадил его прямо в Сларка. Вообще, здесь была куча неприятных обстоятельств для команды Фейзос. Во-первых, когда прыгнул Акс, таким образом он попал в Паунс, который делал Сларк, уходя с момента драки. И он прямо попрыгнул так, что Паунс попал в Акса. Акс просто прожал... И опять Берсеркер Сколл по Блэку, тут Джаб Сплит пушил на моментальная перетяжка, хотя Айс 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 дает хороший реведж и прокатывается Метеорит. Правда, там еще был Астрал от ОД самого себя, чтобы как-то засейвить. ОД выживает, для Берсеркер Сколл. Да, вот он. Берсеркер Сколл и Джабс тоже будет умирать. Рубик отбрасывает ворованный Бласт. Джабс пока что в Инвизию убегает и Магнитайсер Спирит раскастовывает под Сайленсом Акс. Правда, здесь есть ОД. У Нанда половина здоровья, он может драться. И что? Неужели ушел? Джабс-то ушел. Да, ушел. Он в последнюю секунду вышел из-под видимости, которую давал Сентри Вард. Не позволило это прокастовать ультимейт Аксу, к сожалению, для фанатов команды Execration и для диджея. В общем-то, в принципе, неплохо Faceless для себя этот трезвок провели, но никого не убили. Вот это единственный нюанс маленький. Ну, хорошая новость для Faceless, то, что они, в принципе, боеспособны все еще. Да, как тебе сказать? Во-первых, здесь не все герои Execration были сразу, и мы видели атаку в ОД, который просто прятал себя в Астрал, потом прожал Фьюрикен Пайк и убежал. Так что, это все очень сложно. Тем более, сейчас нет реведжа, и Execration могут просто идти в атаку, причем даже на Т-3, мне кажется. Ну, возможно, либо на Рошана. Спирит будет Forged Spirit. Кстати, заметьте, что в отличие от Миракла, у нас Джабс использовал плюс одного духа от Forged Spirit, а не увеличение урона. Скорее всего, Джабс, конечно же. Скорее всего, Джабс понимает то, что нужно сейчас инвокеру сплитить. Сплитить, сплитить, и еще раз сплитить, потому что сплитит и Тайдхантер, который пытается как-то отводить крипов, Энкор Смэшем с ними разбираться. За Тайдхантером, правда, уже едут, но здесь есть еще Black. Вообще, сейчас они немного теряют время, мне кажется, Execration. Пока они святыни забирают, там уже может и реведж появиться. Хотя вот сейчас по святыни можно на Рошана пойти просто. Рошаны не хотят забирать Execration? Видимо, не особо хотят. Хотят драться, но Айс уходит в леса. Нет, Black Hole. Black Hole, это же такое реведж. 35 секунд, но Айс уходит в леса, а в свою очередь заходят на Рошана Execration все-таки. Это правильное решение. Ну, я же говорю, что ждать, чего ждать. Реведжа нет, можно спокойно заходить на Рошана. И вот он блинг у Рубика, то есть теперь то, что вероятность того, что Рубик будет стоять в эпицентре событий крайне мала. Да, да, стремится к нулем, правда. Рошана убили парни из команды Execration, ну и в принципе свое дело сделали. С этим сейчас Аегисом можно попытаться продавить где-то линии, еще подпушить одну-две стороны, забрать еще одну святыню и попытаться возможно даже зайти на Т3. Джабс вместе с суппортом со своим это Air Spirit тоже пытается сплитпушить, как-то расталкивать линии, но для Фейслесс это сейчас наверное единственный вариант дать Блэку какое-то время, чтобы побольше слотов хотя бы вывести. Есть Эхо Сейбр, есть также Сильвер Эдж, но этого недостаточно, чтобы справиться уже с такой заряженной Луной. Посмотрите, Луна вот по Нетворсу если заметить опережает Блэка практически на 5000, а это один увесистый слот. И Блэкин Бар скоро появится у Габи. Ну и самого интересного для меня здесь по талантам я вижу то, что немного тут интересно пошел Тайт Хантер у нас, взял плюс 50 к урону, а не плюс 150 к здоровью. Интересно. Вот это единственный наверное выбор, который вызывает у меня здесь вопросики. А так в целом все просто и понятно. Но с другой стороны, когда брал этот талант Тайт Хантер, возможно рассчитывал, что урон с руки ему будет более полезен, чем ХП. Внизу пытались поймать Эр Спиритом, он вроде улетел, то же самое. Это Додемон тоже. Это Додемон, да. Укатывается у Эр Спирит. Блэк. Блэк будет делать БКБ. Выбор в принципе верный отчасти, но против Акса все равно не спасет. При этом там есть неприятный Эклипс Луны, но при этом Луна еще и с руки тебя пробивает. Да, есть такое. Но с другой стороны, в принципе, эта штука может помочь против того же Рубрика неприятного. против Луны где-то даже можно без Шедоу Дэнса драться. Если ты под Луну подходишь, она дает ультимейт, у тебя нет Шедоу Дэнса либо же невидимости под Шедоу Блейдом или под Сильвер Эджем в данном случае, то ты по сути обречен. От ультимейта Луны можно и погибнуть. А под БКБ ты можешь спокойно и саму Луну атаковать. Но у Луны тем не менее появляется тоже БКБ. Сильвер Эдж еще хорош в том, что режет тебе дэмэдж. Ну, в данном случае для Луны вообще приятная штука, безусловно. Сильвер Эдж здесь не будет бесполезен. Гарден Грифс. Гарден Грифс у Тайдхантера. Есть Реведж, есть Блинка. Будут атакового-то строения. Т3-вышка уже падает у команды Фейслесс, стягивается сюда Натс. Блэк пытается как-то засплетить Т2. При этом и Гриф прожимает игроки команды Экзекрейшн. Я думаю, что Блэку нужно добивать Т2 и перетягиваться на свою базу. Тем более, то, что сейчас волна крипов, ее просто сдули и игроки команды Экзекрейшн стоят и ждут нового. Не обязательно. Не обязательно. Может подбрасываться дальше Инвокером. Спокойно Блэк дальше будет бить Т3-вышку. Это единственное, что он сейчас может сделать полезного для команды. Учитывая, что в Дракон вступить не может нормально. Здесь не будем забывать есть Аегис у команды Экзекрейшн, поэтому нужно очень аккуратно действовать. Ну, кстати, да. Вот сейчас только Натса пробивают. От Глэйвов просидать Шадоу Демон. Ман Шадоу Демон умирает. Бласт от Инвокера полетел. Габи в Блэкенбаре дерется с Тейтхантером. Тейтхантера заагрили. В него просто впрыгнул Акс и у Айса. Что по выкупу? А выкупа у Айса нет. Не важно. Но это все не важно. Пока что все не так плохо для команды Фейсеса. Они Драку здесь выиграть не могут никак. А Блэк уже ломает барак. Да, тут тоже ломаются бараки, но Инвокер пытается отбрасываться. То, что они могут делать. Диджей врывается на Инвокера. Вот это уже неприятно. Джабс Таверни. Джабс Исп Бэк. Гомонентально выкупается, но параллельно там Блэк ломает строение. Блэк ломает барак. Блэк ломает Огармага, но здесь еще есть перетяжка от одного героя команды Экзекрейшн. Блэк, он нужно уходить. Барак, он не успел сломать. И это, в свою очередь, перетяжка от Нандо. Нандо там спрятал Блэка. Погоню. Конечно, нет, будет за ним погоня. Блэка убивают. Приходится отсюда команде Экзекрейшн уходить, но они, в принципе, сделали то, что им нужно. Они сломали строение, а вот Блэк там просто умер. И все. Потому что Блэк начал бить барак ближнего боя. Сначала по казарму мечников начал пробивать, а не магов. Нужно сразу приниматься за барак рейнджевой. Был не уверен Блэк в том, что доведет дело до победного, поэтому переключился на другой барак. Получилось то, что получилось. В итоге ни один из бараков он не забрал. Неприятно. Ну, с другой стороны, в принципе, Фейсы за себя неплохо провели этот отрезок времени. Байбэк инвокер. Единственное, что очень не нравится здесь. Ну и Джабс уже может Даггер приобрести, если того желает. Здесь бы и Джабсу не помешало БКБ, кстати. Может быть, от Даггера можно и отказаться. Будем посмотрим. Да, одна сторона, это, конечно, еще не потеря игры, но все равно неприятно. Пока что он себе трвала принес. Да, в общем-то, Блэк после этой вылазки не сильно потерял, потому что он там и вышку забрал, и подрался немного. Две вышки даже. Даже две вышки, да. И пропадает Эгита. Пропадает Эгита у ОД. Да, ОД, конечно, тоже очень плотный уже. Ничего не поделать здесь с Нандо. Ну, уже есть и Херрикен Пайк, эскейп какой-никакой имеется. Вообще, пока БКБ сейчас настолько длинный, 10 секунд у ОД, 9 секунд у Луны, то драться с ними очень неудобно. Что Рэвидж особо пользы не принесет, что про Каст Инвокера тоже. Если, конечно, АССС не начнет первым. Ну, ты знаешь, очень легко среагировать, когда в тебя прыгает большой зеленый Эдхантер. Арбуз. Да. То просто держа руку на пульсе, как говорится, ты можешь среагировать. Блэк пошел искать Рубика, пытается его вырезать, но Рубик аккуратничает, отходит по Т2-вышку. Но сейчас, скорее всего, найдет. Ой, Блэк, поднял руну двойного урона. Это неплохо. И сейчас откатится через 5 минут Сильвера, через 5 секунд, конечно же, минут. Так, поймали его внизу. Есть туда же Санстрайк. Но там есть Блэкембар от Нанда. Совершенно верно. Поэтому не все так просто. Эксвай делает телепорт, успеет ли сбить ему Нанда. Нет, нечем было сбить. Одна секунда оставалась до Астрала. И улетает Эксвай. Можно сказать, такой вот комментаторский штамп. Развели на БКБ, но этот развод был такой довольно рисковый. Да, было рисково, но с другой стороны все получилось. БКБ минус одна секунда. Все выжили. Ничего плохого не вижу. У Блэка есть рун 2 на урон, но никого здесь уже не обнаружат. Смог разбивают игроки команды Фейслес. Это Айсайсай с нацией XY, два суппорта и Тайтхантер. Интересно, к чему этот смог приведет, учитывая, что они направляются в направлении, где никого вообще нет. Ну, понятно, что они об этом-то и не знают. Вот все, что они видят, это вот так вот. Ровным счетом ничего они не видят. Толком, да. Вот поставили, оп, сейчас. Потому что еще и абсолютно в разных частях карты находятся игроки одной и другой команды, причем непонятно, для кого это лучше, для Фейслес или для Экзекрейшн. Возможно, сейчас какая-то невидимая сила свыше бережет Фейслес от каких-то возможных встреч с оппонентом. Да, все, что с того смока вывезли, это поставленный в арте. И все, в принципе, больше ничего. Это тоже неплохо. Блэк продолжает сплитпушить. У него уже имеется 300 на руках. Хочет дофармить Доминик свой Блэкимбар. Возможно, сейчас заметят. Двух суппортов. Теперь Спирит попадает камнем по Рубику. Есть Сайленс, но Блэк прыгает в Рубика, которого уже спрятал в Астрал ОД. Блэк приходится использовать Шадоу Дэнс, но какой хороший прыжок от Диджея Рэвидж от Айс Айс Айса. И камень также полетел по двоим, как продолжение. Рубик украл Энкор Смэш. Рэвидж украсть не получилось. Нанда в Блэкимбаре пытается преследовать Блэка, но Блэк уходит в Шадоу Блэде. Подловили Айс Айс Айса. И Блэку нужно ли здесь драться? Наверное, все-таки нет. Если говорить о том, что драться или нет, то нужно продавать, конечно же, Тайт Хантера, который уже все потратил. А Экзакрэйшн здесь проводит неплохую драку. Учитывая, что Фесты сделали все практически идеально, то мы можем констатировать, что драться они банально не могут. Хотя и Диджей был хорош. Диджей прыгнул очень своевременно в Сларка. Заблокировал подходы к своим уязвимым персонажам. Блэк там крипскиппил. Мог подрезать, возможно, Курьера. Но, опять же, рискованно очень. Джакс очень правильно делает. Пошел спидпушить на инвокере. Возможно, Джабс знает, какой барак бить. Блэк сейчас Курьера подрежет. Да, подрезал все-таки Блэк Курьера. Да, Джабс знает, какой барак бить. И, судя по всему, даже добьет. Нет, Акс заагрел. Чуть-чуть не хватило Джабсу. 89 хиппоэтов. Блэк от Тайса и Сайса в центре атака от Блэка. Может быть, по Рубику. Блэк использовал своевременно Дарк Пакт. Хороший эклипс от Луны. Эклипс от Луны убивает просто СС, который делал Бэбэк. Джабс тоже страдает. С Джабсом погоня. XY пытается убежать. Но Луна добьет его, по идее. Да, долетает еще один Глэйв. И Джабс тоже погибает. Здесь Рубик и ОД его загоняли. Похоже, экзакрэйшн очень близкий к тому, чтобы разрушить сразу же мечты команды Фейслес на попадание в Шанхай. Падает сразу вторая линия и Блэк остается вместе с Шадоу Демоном. Конечно, здесь делают что-то тяжело. GG, VP пишет Джабс и действительно Фейслес. Фейслес проигрывает первую карту сегодняшнего дня. Это означает то, что никаких шансов на группу, на выход из группы они не имеют. Интрига прям. Интрига. Ей сохраняется. Да, давай еще раз я обновлю информацию, посмотрю, правы ли мы. Давай посмотрим. Вот Фейслес максимально в этом матче могут заработать еще одно очко. То есть, получается, у них будет 9. В то время, как у ТНС уже 16. Они могут выиграть еще одну серию против ТНС. Еще 3 получить. В общем, еще максимум 7 очков с 8 могут получить. 8 плюс 7. Это у нас сколько? Это 15. В любом случае, они уже ТНС не догоняют. Господа, поздравляем команду ТНС. С тем, что они становятся чемпионами группы Юго-Восточной Азии, чемпионами квалификации. Вот так вот, к сожалению, грустно и прагматично. Но в первом же матче сегодняшнего игрового дня мы вынуждены констатировать, что борьба на квалификации Юго-Восточной Азии окончена. Понятное дело, что команды доиграют, потому что по-другому они сделать не могут. Но это же все-таки спорт. Но это же все-таки спорт игроков у нас, поэтому, в принципе, придется доиграть. Это все-таки спорт, поэтому нужно доигрывать. Да, конечно, у такой системы турнирной есть свои плюсы и минусы, есть свои недочеты. И как раз основной недочет состоит в том, что если сложится вот такая ситуация, то уже остальные игры не имеют смысла. Да, обычно выходят организаторы, поощряя как-то там денежными призами в таком случае вторые, третьи, четвертые места, чтобы какая-то борьба банально была. Ну, в общем и целом, господа, факт есть факт. TNC мы поздравляем. TNC мы ждем в Шанхае с 23 по 26 февраля. Замечательный китайский город. А мы с Олегом уходим на небольшую рекламную музыкальную паузу. Вернемся к вам со вторым матчем. Execration против Faceless, который начнется уже, я думаю, минут через пять, не больше. Команды немножечко передохнут. Ну и вы, господа, не грустите. Слушайте хорошую музыку. Оставайтесь с нами.